Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ау салату ау саламу а аля Расулиллах, а аля алиху асхабих аджма'ин амма аба'ад. На этом уроке мы проведем грамматический разбор 6 айта суры ан-нази'ад. «Яума тарджуфу рра-джифа» – «В тот день, когда сотрясется сотрясающееся». «Яума» – это у нас мафуулем фиги. Это общее название для «зарфа замани» и «зарфа макан», то есть для обстоятельства времени и обстоятельства места. То есть обстоятельства места и обстоятельства времени. Раньше мы подробно поговорили об этой теме. Но для того, чтобы отличить одно от другого, используют более точный термин и говорят «Яума» – это «зарфа замани» – обстоятельства времени. То есть это имя, обозначающее время совершения действия. Здесь у нас имя «Яума» состоит в смысловой связке со скрытым глаголом «туба асунна», который содержится в предложении, являющемся ответом на клятву. То есть «джумля таджава вил касми». То есть «ля туба асунна», я клянусь, вы непременно будете воскрешены, оживлены «Яума таржуфор ра-джафату». То есть вы будете воскрешены в тот день, когда сотрясется сотрясающееся. Также это имя может быть связано со словом «уа-джафатун», то есть «трепещущие». То есть «уа-джафатун», «Яума таржуфор ра-джафату». «Сердца в тот день, трепещущие от страха в тот день, когда сотрясется сотрясающееся». Также имя «Яум» может являться и «мафольбхи» – прямым дополнением для скрытого удаленного глагола «удлткур». То есть «вспомни, помяни», то есть «удлткур Йума таржуфор ра-джафату», «вспомни» или «помяни тот день, когда сотрясется сотрясающееся». В любом случае, скажем ли мы, что это «зарфазаман» – обстоятельство времени или «мафольбхи» – прямое дополнение, это слово будет «мансуб», поставлено в состояние изменительной падежи. Значит, Йума – это «зарфазаман» и «мансуба» на «уаламут» на смехе, признак состояния в этом имени. «Аль-фатхату-захирату аля-ахри явная фатха на его конце». Почему «фатха»? Потому что это «лианна-хусмун-муфрадан», потому что это имя единственного числа. Почему явная «фатха»? Потому что нет причины его скрывать. Дальше мы говорим «Йума» – это «мудуаф». «Йума» является мудуафом, первым членом изофетного сочетания или изофетной связки. Некоторые говорят изофетного, некоторые изофетного. Мы несколько раз упоминали, что имя «Йума» может быть мудуафом как к одному слову, одному имени, так и к целому предложению, которое в этом случае в итоге рассматривается как одно слово. Пример первого – это, например, «Йума» – это «йума» – это «мудуафа», «йума» – это «мудуафа», «йума» – это «мудуафа». Пример второго – может быть, например, может служить данный аят, где «Йума» является мудуафом к глагольному предложению «тарджифур-раджифа». То есть «йума» – это «раджифур-раджифа», если в конце перевести вот это глагольное предложение в «мастерф», глагольное имя в одно имя, то есть в день сотрясения сотрясающегося. А чтобы получить этот мудуаф, нам нужно сначала в отдельном порядке разобрать каждое слово этого предложения, и потом уже в конце указать, что это предложение на месте одного слова является «мудуафа-раджифа», вторым членом изофятной связки, изофятного сочетания. Итак, «тарджифа» – это фиалон-мудуафа, глагол «настоящее будущее во времени». «Морфу» – он поставлен в состояние рафа, изъявительное наклонение. Почему морфу? «Морфу» – он поставлен в состояние рафа, так как этот глагол освободен от «амлю», от факторов состояния рафа и эль-джазма. У алямата рафа и признак состояния рафа в этом глаголе. Адломата зафирату аля ахири явные дома на его конце. Почему дома? Потому что на конце этого глагола не присоединены местомения алифу, ау, илья. Почему явное дома? Потому что нет причины его скрывать. То есть у него на конце нет слабых букв алифа, я, илья, вау, из-за которых огласовка могла быть скрытой, подразумеваемой. Аль-раджифа – это фа'ль-льфа'ли, фа'ль – глагол «тарджифа», то есть действующее лицо. Морфуан бель-фа'ли. Поставлен этим глаголом состояние рафа. По аламуту рафа и признак его рафа имени Тинопаджа является адломата зафирату аля ахири явные дома на его конце. Валь-фи'уле маа фа'ли, глагол «тарджифу» со своим фа'алем, словом «раджифа», все это является глагольным предложением, так как начинается с глагола то есть вторым членом заветного сочетания для слова «йом». И как будто здесь сказано «йома раджифир раджифати» в день сотрясения сотрясающегося. На этом все и на сегодня, иншало, продолжим на следующем уроке. Вал-хамду лиллахи раббил ааламин.